Новый созыв Совета Народных Избранников стал значительно моложе, а значит интересы молодых людей в Северодвинске не будут отодвинуты на второй план. Сегодня мы поговорим с Александрой Сурминовой, депутатом шестого созыва Горсовета. Она на днях вернулась со Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи. Здравствуйте, Александра Андреевна. Здравствуйте. Что было самое интересное на фестивале, что вы отметили для себя? Самое интересное, прежде всего, это реакция участников иностранных делегаций. Не шутка, потому что на фестивале было собрано участники из более чем 180 стран. И все они, для них прежде всего это был шанс рассказать о себе, о своей стране, рассказать о своих интересах. Поразило их активное участие и их желание узнать русскую культуру. Все представители иностранных делегаций, они с удовольствием общались с нами, с русскими представителями всех областей, потому что у нас были собраны участники со всех областей, соответственно, были площадки организованы всех областей. Это также, кроме того, что это была уникальная возможность познакомиться с культурой других стран, с их обычаями, с их традициями. Это уникальная возможность посмотреть также на регионы России. Ну, соответственно, очень масштабно были представлены площадки всех регионов, в том числе и Архангельской области. И самое запоминающееся событие, это, наверное, когда толпа представителей и российской делегации, и иностранных делегаций скандировала на закрытие «Спасибо, Россия!» и «Спасибо, Путин!». Вот это одно из самых запоминающихся моментов. А кроме вас там были еще молодые депутаты? Вы знаете, на этом акцента не было, так как я все-таки была представителем от делегации объединенной средостроительной корпорации и была направлена в командировку от своего предприятия, конкретно на обучающую программу «Индустрия будущего-2030». Поэтому, как такового, акцента на депутатов молодых не было. Совет депутатов Северодвинска заметно помолодел. Как вы думаете, полученная информация на Всемирном молодежном фестивале, новые знания могут быть вами применены в местном самоуправлении, в депутатской деятельности? Конечно, это был огромный опыт. Прежде всего, спасибо образовательной программе, в которой я участвовала, потому что нам читали лекции, вели дискуссии, перед нами вели дискуссии. Такие личности, которые добились успеха, которые развили свой проект и реализовали, не то чтобы в рамках своей страны, а вообще на мировом уровне. Это из различных областей науки и культуры были лидеры и деятели. Просто всех перечислить сейчас уже не представляет возможности. Как может быть реализованы те знания, которые я получила на фестивале? Ну, прежде всего, цитата, которая больше всего запомнилась на фестивале, это «будущее строится сейчас, здесь и сейчас». Соответственно, очень много можно говорить о чем-то, о программах развития, да. Но самое главное – это действовать, реализовывать задуманное. Пусть это не будет настолько масштабно, но это будет реализовано, по крайней мере, в рамках, допустим, моего округа. А также, что касается именно молодежной политики, я бы хотела увидеть программу развития молодежного самоуправления в Северодвинске. Именно все, что касается северодвинской молодежи. Я уже слышала многие отзывы о том, что молодежь наша, оканчивая школы, она уезжает. К сожалению, большой процент очень уезжает. Это я для себя выяснила из общения с директорами школ, которые находятся в моем округе. И большие пожелания, как можно сохранить? Одно из первых пожеланий – это развитие спортивного комплекса, все-таки не только на Яграх, но и в городе. Это какие-либо программы, привлекающие молодежь остаться. Это и социальная сфера, и очень много слышу от своих знакомых, от своих ровесников, и от тех, кто младше, о том, что нам некуда пойти, нам нечем заняться. Может быть, если даже есть какие-то мероприятия, информационная освещенность этих мероприятий. К примеру, допустим, только вчера до меня дошло письмо об участии в конкурсе «Женщина года», а заявки принимаются до 31 октября. Это письмо было направлено, ну, не буду врать, к сожалению. Вот, допустим, я и многие коллеги у меня с работы, мы просто не успели сформировать тот пакет документов. Все это говорит о том, что надо все-таки информационную освещенность как-то больше. Ну, и все мероприятия должны быть прежде всего в системе. А как вы вообще оцениваете молодежную политику, работу с молодежью в Северодвинске? На данный момент я сама являлась участником многих мероприятий от своего предприятия, от Севмаша. Как оцениваю? В общем, положительно, но такой момент не хотелось бы ругать руководителей и отдел по работе с молодежью. Но хотелось бы, чтобы взаимодействие между администрацией, между отделом по работе с молодежью и советами молодых специалистов, советами молодежи наших градообразующих предприятий было бы более эффективное. Заранее бы доносились, допустим, планы работы на год, как-то совместно, возможно, согласовывалось. Потому что не шутка, большая часть выпускников наших школ уезжает из города. Это очень печально, потому что об этом говорят даже директора школ. А вместо работников, которые родились у нас в Северодвинске, вместо ребят, которые родились, выросли, закончили наши школы, градообразующие предприятия, такие как «Звездочка» и «Севмаш» вынуждены привлекать рабочих на рабочие, на инженерно-технические специальности, людей из областей, из Архангельска, из Новодвинска, более тысячи работников. Из деревень даже. Ну, из области, да, даже из сел, из деревень. Хотелось бы все-таки конкретные мероприятия, которые были бы направлены на удержание нашей молодежи. Спасибо, Александра Андреевна, что нашли время и пришли к нам в студию. Вам спасибо. А мы вернемся к новостям сразу после рекламы.